Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Никогда не бываю в таких отношениях, уже год не могу спокойно жить. Познакомилась с парнем, встречались раз в неделю, раз в две недели иногда реже. Сначала все было неплохо, но я замечал, что человек постоянно скрывает телефон, переписки в соцсетях, замечает, что отмечает фотографии других девушек, спрашивает у тебя кто то есть еще, может есть симпатия, отвечает, если бы так было, то сказал бы. С его стороны практически не исходят предложения провести время вместе, с каждым месяцем все хуже. Предлагал разойтись, если нет времени, то зачем это все, для чего я нужна, неужели я как запасной вариант? Надо говорить, что любит, но на действиях этого нет. То, что мы не видим, все объясняет работой отсутствием денег. Я уже спать не могу, понимаю, что час в день можно найти, чтобы привести время человека, которого любишь. Пытаюсь с ним об этом поговорить, сводит все к тому, что я накручиваю, что я специально провоцирую сферы. Пусть меня он не хочет, прошу отпустить, договорю, что не держит, но потом начинаются звонки, сообщения с тех, кто успокоился. Я не понимаю, что мне делать, мне очень плохо еще от того, что человек выйдет со мной беседой о каком-то совместном будущем, но иногда даже не считает, ну не отвечает на сообщения, ищет от маски, чтобы со мной не видеться. Ну, смотрите, лично мне показалось, исходя из вашего сообщения, что ключевой момент – это совместное будущее. то есть вас держит перспектива возможного совместного будущего с человеком. Вас это держит, вас это удерживает, судя по тому, что я могу видеть. И, соответственно, вы этого, получается, довольно сильно хотите. И, в общем-то, именно поэтому из-за узкой направленности, потребностей в совместном будущем, из-за стремления к защищенности, вот, из-за невозможности вашу свою защищенность обеспечить. Себе? Ну, самостоятельно. А вы будете готовить к этому человеку. А вы... Дальше. ДАНИЙ конфликт. Проставить необходимость контролировать человека! Простает попытки... расшифровать его сообщение, но также отражает и ваше чувство неуверенности в себе, вашу тенденцию к обесцениванию себя, к сожалению. Это отдельная тема, с которой нужно работать. Вы говорите, он вас не отпускает. Иными словами, человек дает вам надежду, но если вы внимательно присмотритесь и увидите, что сам по себе человек вас не устраивает. Вас не устраивает его отношения, вас не устраивает его приоритеты, вас не устраивает то, как он воспринимает вас, вас это все не устраивает. Вы это увидите. А учащивает вас именно перспективы совместного будущего дня. И вне зависимости от того, обманывает вас человек или нет, вне зависимости от того, специально он это делает, изменяет он вам или не изменяет. Вам нужно увидеть, что с вашей стороны тенденция, которая мотивирует вас стремиться к нему. Это тенденция. Это тенденция. К коментному будущему. И все. И вы надеетесь, и вы надеетесь, что эти разговоры, которые ведет, ну, человек, обмазы станут. Станут реальностью. Они могут, конечно, стать реальностью. С вами или не с вами. Они могут, могут стать реальностью. Но вам нужно увидеть, что такая основа для выстраивания отношений является крайне деструктивной. и ограничивающей как вас, так и вашего партнера. Обратите также внимание на то, что вы в конфликтной ситуации пытаетесь с ним поговорить. Вот. Пытаться с человеком поговорить для меня означает то, что вы пытаетесь понять его. То есть вы пытаетесь выяснить у него, как обстоятельства. Вместо того, чтобы выражать свою позицию, свою точку зрения, свои чувства. Понимаете, да? Понимаете, да? Понимаете, да? Понимаете, да? Понимаете, да? И включается деструктивный статус вашего состояния. Вы говорите, вы говорите, что вы не можете спать из-за того, как он себя ведет. То есть, ну, как-то вот, видимо, предполагается, что вас это очень волнует. Предполагается. И мой вопрос заключается в том, чем конкретно разорвать. Вот это мой вопрос. То есть, вы чего-то боитесь? Вы чего-то хотите? Что происходит? Вот попробуйте для себя это увидеть. Вот конкретно, где начинается, что называется, ваш, так скажем, затык. Где начинается ваше препятствие. Где вы чувствуете, что не можете в этом смысле справиться сами. Понимаете, да? Вот. На что вам нужно обратить свое внимание в этой ситуации? Вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот я думаю, что вам на это необходимо сделать фишер футбол. Ну, я не знаю, хотите ли вы с этим работать. Было бы весьма не плохо. Слава. Потому что сейчас вы описываете свое состояние как психоэмоциональную зависимость. Понимаете, психоэмоциональная зависимость от человека. И в общем и в целом ничего хорошего из этого нет. Ничего хорошего. В этом для вас нет и быть не может. Понимаете? Какая штука. Вот это? Два. Да. То, на что вам нужно обратить свое внимание в первую очередь. Понимаете, да? So... Вот это дает 1977 тысячи? Ну. Какая штука. Да. Нψы. Нуменная цивkt. Непременно. Неутриzh... удачи буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу